Всем доброго времени суток! Сегодня у нас 9 сентября, канал AdiMoney. Хочу продолжить тему Амазона. До этого я рассказывал по поводу того, что, на мой взгляд, сама работа, по крайней мере, для новичков, для невеликих профессионалов с вложением в несколько тысяч долларов, ну там, по крайней мере, до 10 тысяч долларов, это тупо найти нормальный товар, постараться попасть. Тактика поиска товара, конечно, творческий процесс, очень сложно его в какие-то рамки внести, ситуация меняется, сезонность меняется, все меняется, короче. И получается такая ситуация, что при разных условиях результат может быть совершенно разным. Рассказал я, как вести переговоры, на мой взгляд. Опять же, ничего такого сверхъестественного я не рассказываю, я стараюсь не повторять о том, что говорят в бесплатных курсах, на какую кнопку нажать, я рассказываю, пытаюсь показать точнее, на эту ситуацию взгляд как бы с другого угла, не с угла, там, приходите ко мне, я вас всему научу за 2 тысячи долларов, и вложить надо 2 тысячи долларов, а именно просто какие моменты есть. И рассказываю, что есть какие-то моменты действительно очень сложные, связанные, например, с поиском товара, потому что ни один, даже великий специалист не подскажет. И плюс момент поиска товара, на данный момент, кто ко мне обращается, я всем советую именно, надо придать сначала с бюджетом. Сколько вы готовы вложить, а потом уже выбирать товар в этой ценовой категории. Потому что нам советовали 15 долларов, теперь советуют 20 долларов, чтобы минимальная стоимость товара была из-за фи Амазона, потому что он съедает очень значительную сумму денег и доходы наши, или вообще идут в расходы. И советы идут вот таким образом. Ну, не знаю, правильно это неправильно. Опять же, я именно рассказываю свой опыт, опыт тех, кого я вижу, опыт лично свой. Вот, здесь получается, от бюджета надо отталкиваться, потом выбирать товар. Потому что можно выбрать товар классный, который будете продавать там 12.99, 29.99, то есть отличная цена, с отличной маржой, но мог быть возник такие моменты, что у вас просто нет такого товарного запаса, чтобы реально его продвинуть. То есть просто его не хватит, по каким-либо причинам. Потому что сейчас я буду рассказывать про тактику продаж, я думаю, все поймут. По поводу переговоров вообще ничего страшного нет, никаких сложностей нет. Любая болванка, которой письмо на начальном этапе отправили, чуть-чуть его подкорректировали под себя, рассказали, что просто компания, что не там ЧП Иванов, грубо говоря. отправили, кто будет заинтересован, если вы более-менее прилично его составили, начинайте вот с этим людьми работать. И все. Главное, просто у вас задача должна быть одна. Главное, много письма отправить. Естественно, придерживаясь определенных критериев отбора производителя или даже продавцов. Ну вот, в принципе, в предыдущем видео все это есть. Теперь третий момент, который я считаю самый важный, потому что даже если вы выберете не очень удачный продукт и привезете его дорого, грубо говоря, гипотетически, если вам повезет, если вы все сделаете правильно, опять же, гипотетически, вы можете вытащить зачет продаж. Ну, повезло просто. Вот раз у всех кончились товары на остатке 20 декабря, а вы на 20 странице стояли, и ваш как раз товар пошел вместо ихнего, потому что спрос на эту продукцию, там, я не знаю, там, опры показали какую-нибудь фигнюшку, все решили его купить на Амазоне сразу. То есть, ну, это такой невероятный какой-то вариант, но все бывает. Соответственно, здесь уже для меня опять подразделяется на два раздела. Первый раздел – это, естественно, SEO. Честно могу сказать, я не особо силен, то есть, я как бы представление достаточно нормально имею по этому поводу, но никогда этим деньгами не зарабатывал, я не являюсь ни, так скажем, SEO-шником, ни вообще к этому никакого отношения не имею, но у меня есть собственный сайт, который я также продвигал через Яндекс, через Директ, то есть представление имею, как все это происходит, насколько там все прозрачно, понятно, все четко, очень удобно, то есть, ну, я не знаю, мне очень нравится с этими рекламными площадками работать. Понятно, что в разных нишах разная цена клика, КТР и так далее, но это нормально. Это статистика, статистика – это достаточно близко к математике какой-то даже, вот, то есть, это нормально. У Амазона абсолютно, абсолютно реклама работает по-другому, а по SEO, по SEO вообще лично я не понимаю, что там можно по SEO сделать, потому что я говорю мне вот сейчас по Фейсбуку, реально человек пять точно постоянно пишет, предлагают услуги, причем там вывести на первой странице, предлагают там цены от 300 до 600 долларов, то есть по одному ключевому слову вывести на первой странице, там, ну, даже 300 долларов, при условии, что есть там всякие сайты, на которых уже есть у людей какая-то репутация, история, ну, еще понятно в это влазить, отзывы опять же, но когда просто в Фейсбуке непонятные люди там предлагают свои услуги, один мне написал, что ему, чтобы продвинуться на моей первой странице, по одному из моего ключевого слова, ему надо что-то там 10 компьютеров, там, сотрудники, там, что-то они там, ну, короче, это непонятно, то есть я лично по SEO вообще рассказать ничего не могу, и с SEO я понимаю одно, что надо сделать, да, классный листинг, который будет дружественен к SEO, так скажем, потому что, насколько я понимаю, кейворды и тайтл у нас ротируются по Амазону, а буллеты и описания типа по Гуглу, ну, это все такая теория, виллами по воде, утверждать я не буду, но однозначно на тайтл, на кейворды, по крайней мере, пейперклик очень сильно реагирует, потому что при изменении тайтла, получается, рекомендованный мануал при пейперклике будет меняться, это 100%, я много раз пробовал, то есть мой, как бы, первый товар тестируемый был, я очень много на нем натестировался, ну, то есть почти уже 3 месяца, пока итоги смысла рассказ нет, потому что все вяло текуще идет, очень мало чего-то нового такого интересного, то есть я на данный момент выжидаю, жду там сезона, подъема продаж, не знаю, просто выжидаю, будет какая-то там действительно интересная информация, я расскажу там, после я написал видео 40 дней, ну, не знаю, там, может 80-100 дней, потому что пока рассказывать нечем, ну, вот, и получается у нас, нам надо обязательно сделать первую часть, это то, что я понимаю, это обязательно надо сделать отличные фото, вам придут образцы, желательно заказать их с запасом, это я уже рассказывал, китайцы там их шлют в приличном количестве, можно заказать, если они приватно готовы сделать на один товар, там, заказать такой же товар, или за деньги, там, за тот же доллар, они же бесплатно как бы отдают, бесплатно, потому что у меня была такая ситуация, что мне тупо фотографировать нечем было, то есть может быть какой-то брак, может быть что-то как-то, ну, в любом случае, образцы надо заказывать и привозить, у меня были изменения, которые мне привезли домой, и я им сказал, что изменить нам, то есть это в любом случае, фотографии надо делать, делать надо качественно, можно их отправлять в Америку, опять же, там товарищи, ну, не знаю, там в Америку, или куда угодно, то есть не рядом с вами, не в вашем городе, и заказывать у них фотографии, можно фотографии делать здесь, у себя, так скажем, на месте нанимать людей, то есть или самому делать, то есть это очень важно, фотографии очень важны, про них смысла рассказывать нет, это то же самое, про движение, должны быть фотографии, во-первых, во весь экран, их надо растягивать, чтобы они занимали всю площадь вашей фотографии, не было белого фона, минимальное количество, чтобы вы были максимальным размером, мы еще обратили внимание, что у некоторых, наверное, крупных дистрибьюторов, там, дилеров, я не знаю, продавцов, есть фотографии большего размера, то есть обратите внимание, вот, некоторые фотографии, прям, процентов на 20 больше, то есть когда мы листаем, конечно, это не так заметно, но если вот действительно сидеть, анализом заниматься, есть такая тема, можно даже посмотреть, можно даже посмотреть, ну, не знаю, вот здесь вот, к примеру, вот амазоновский товар, стандартный, вот, у них маленькая фотография, вот, а бывают фотографии, вот по сей пор, вот такая вот, то есть вот если мы примерим, сейчас я не знаю просто, что тут мне показывается, вот что-нибудь, вижу, увижу, из такого модного, они показывают, какие, я просто сижу целыми днями, и себе второй товар, подбирая, ниша, анализирую, ну, вот, и здесь появляется, что было последнее, некоторые, некоторые вот не на белом фоне стараются, но это как бы является нарушением, и насколько я знаю, нарушение копится, то есть копится, копится до какого-то момента, вот этот товарищ, вот в принципе у этого товарища, вот она длиннее, но это опять же, здесь сравнить нечего, фотографий нет, вот, но поверьте, и на экране у вас будет то же самое изменение, то есть на общем экране, когда мы будем заносить, какие там, я не знаю, товар, товар, он будет тоже больше в размерах, я вот здесь вот это видел, вот обращение, это очень многое самое, да вот даже фотографии, скорее всего, вот у этого товарища, вот она фотографии больше, сейчас мы сравним, ну, там до самого верха идет, кто знает, как с этим бороться, и как сделал такие фотографии, тоже буду признательно, и в принципе пообщаться, вот видите, диаметр, то есть, если брать, у него уже больше, такие же фотографии, пожалуйста, вот здесь вот, такие же фотографии, ну, вот он, красавец, вот эти уже меньше фотографий, вот она вот например окса у них и видос есть и соответственно фотка можете сравнить своими фотографиями если кто не обращал на это внимание то есть сами видите да это вроде так глаза не бросается но как бы не было вот вот фотографии крупные вот фотографии меньше вот фотографии двойная сколько на место занимает они как бы во весь экран все сделали как правило как правильно но собрать у них обрезана хотя нет то есть есть возможность на весь экран здорово согреть ну короче вот так то есть эти просто сделаю не растянули фотографии если взять эти нить обычно ну да а вот в эту коротенько то есть не до сюда и здесь тоже вот но принципе вот стандарт например так что много всяких моментов даже если даже если вы делаете маленькую фотографию такая фотография неправильно надо фотографии вот какой-то товарищи за чтобы она закрывала вот не был белого фона надо там под 90 градусов под 70 мы с тортами растянули может им дают уже возможность они просто не знаю вот но в любом случае фотографии должна вот здесь выделяться если все вверх стоит фотографии делайте вниз бог сделать там наискосок но это стандартно в любом случае это смысл один чтобы при рекламе 3 вот здесь вот когда находилась в листинге ваш товар было желание кликнуть это первая задача то есть если в рекламе тктр будет соотношение показов клика если это здесь это будет просто просто клики на интересный товар на интересный фото после этого когда мы кликнули пример сюда мы естественно занимаемся чем занимаемся нашим тайтлом нашими буллетами и описание на мобильных устройствах у нас там основная сейчас продажи в америке 30 60 процентов и получается у них например по буллетам первые три будет только видно то есть самое важно это первые три буллета за этого снизу пишут нас гарантии там и все станут пишут тайтлы тайтл в принципе два момента это момент надо ли писать сюда бренд не надо я считаю однозначно не надо если это бренд не знают однозначно да если бренд это будут знать будут по нему искать естественно если нет значит он не надо потом идет сразу текст связаны с конкретным ключевой фразы по которому будет идти основной трафик продаж потом значит описание потом какие-то преимущества и гарантии призыв к действию я смотрела платный курсы буржуйский и бесплатно привык действий у них особо нет и лимит тайм оффер я принципе я вообще не вижу вот но гарантия то есть пожизненная гарантия гарантия год и так далее так далее это есть буллетах я просмотрю где более такой расширен ну здесь нас как бы 200 символов но со многими американцами общался да понятно что это у нас сел продвижение 200 символов чем больше слов но естественно должно быть читабельно но многие говорят что когда очень много всего написано вот они бренд назад засунули вот очень многие говорят то очень много написано просто лень читать и уже как-то теряешься но здесь вот как раз правильно силикон овен микс то есть силиконовые варежки то есть самая ключевая фраза по которым они хотят чтобы искать потом идет описание свойства но здесь у нас нет это вот так сказать гарантии здесь у нас опять же будет еще дает ну как бы будет это продающие но я ни разу не видел что что они там продают будет окно любом случае у всех написано именно подробное описание такие и главные характеристики которых пытаются невозможно писать там размеры температурные режимы для чего используют там какие-то очень важные свойства то есть вот вот такие вот вещи тут пишет ну и соответственно у нас описание которое смотрит меньше всего хотя хотя часть описания у нас захватывается и строке в листинге вот здесь вот то есть здесь у нас пишет 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 так название здесь не видно но в антикс это не столь важно в любом случае насколько я помню мобильных устройствах описание стоит выше будет так что в любом случае есть смысл как говорят что google этот текст страна читает и выдача я не знаю кто по гуглу будет искать в свободном трафике и переходить на amazon я не знаю потому что у меня сейчас на данный момент если человек по сайтам работает у некоторых есть надежда на сайт прокладку через который будет прогоняться трафик из гугла из фейсбука так называемый лендинг одностраничный вот но у некоторых людей есть такая проблема что на лендинг народ идет а с лендинга не идет если мы загоним сюда трафик напрямую то будет проблема с тем что понизится конверсия потому что людей будет идти много продаж если и будут то не в таком соотношении то есть в любом случае это из той серии что мне панацея вроде все сделали правильно лендинг правильно мне как по этому поводу другие говорят что значит неправильный лендинг ну не знаю значит так посмотрим как будет у них правильно но есть отрицательный уже опыт соответственно не все так гладко не всегда так вот по теории как все красиво звучит на фейсбуке правильно рекламу на гугле правильно рекламу на лендинг люди пришли посмотрели описание все прочитали видели ролики увидели подробное описание того рассказа об этом товаре и запустили и человек понравился он пошел на amazon нажал кнопочку купить здесь попал на amazon страниц и купил вот бывает такая ситуация народу там прется немереное количество на лендинг а по каким-либо причинам они не переходят уже там почитали не понравился товар наверное то есть ну какие то есть причины в любом случае или текст в рекламе они обозначены неправильно еще что так люди объясняют я принципе с этим согласен но как добиться чтобы было все гладко люди пришли отсеялись ненужные а на amazon пришли нужны не так что это просто не каждому дано вот это у нас что касается посева в принципе здесь все достаточно просто все стандартно везде все это рассказывается можно на файбере или где-то других местах заказать за 500 долларов вам напишут а это в буллеты и напишут соответственно описание description но здесь можно еще и сделать загнать сюда рекламу то есть покупаешь больше двух получаешь 10 процентов получаем больше покупаешь больше четырех получаешь 20 процентов это уже отдельный урок по промходам ничего там такого сложного нет это уже при продажах уже по ситуации люди смотрят по поводу еще цены я не сказал цена я общался точнее смотрел здесь курсы здесь разговор о премиальном торговать дорого и так далее я же по этому поводу как бы касался частично цена как бы не было нам говорили что до 20 до 20 долларов импульсной продажи все это теория все эти теории относится к разным товарам по-разному видимо так вот на самом деле цена имеет значение и значение большой когда я мониторил цены у меня цены были одни средние когда я может быть конечно лето не сезон может быть люди там серьезно цену опустили по моим конкурентам вот но цена реально сильно упала то есть люди когда все это сделали вот они они лидеры насколько я помню в продаж этих мильц у них нет никакого там description нет буллетов там я не знаю там 200 символов они все равно номер один вот вот эти вещи влияют ну я уже по этому поводу говорил не очевидно они влияют и нет такого что вы написали здесь 200 символов даже у вас будет я не знаю великолепно ну просто вообще идеальное описание все зацепите захватите все правильно сделать ну я не вижу связи с первой странице вообще никак при конкуренции при равных прочих ее нет нет вариантов то есть это просто нужная вещь которая сработает тогда когда вы будете с трафиком трафик может быть внешне как я сказал за деньги трафик может быть за деньги paper click внутренней рекламы amazon и трафик может быть ну на первой второй странице практически у каждого товара у некоторых товаров может быть там и на 20 странице но это очень редко это исключение справа то есть надо ориентироваться в первой и второй странице когда выбираете товар надо понять каким образом вы попадете на первой странице за счет чего как как вы там будете удерживать вот если вы рассчитываете на описание на все вот эти вот моменты то это утопия теперь идем к основной части это как пройти на первой странице на первой странице пройти достаточно просто на самом деле то есть мы смотрим там я не знаю выпускаем я вот это вот будет а мне нужно то есть вы хотите вот этим товаром продавать предположим вы естественно анализируете им когда вы там посмотрели посмотрели там сколько отзывов смотрели продажи можно там различными программками типа вот такой программе посмотреть вот на данный момент какие здесь продажи происходят ну естественно что мы делаем наша задача перейти на первой странице потому что на второй странице у нас особо продаж я думаю не будет может быть это товар не продавал его здесь уже вообще полный провал то есть вот еще некоторые подходят некоторые подходят все остальные уже о фене продаются то есть от меньше одной это все из третьей странице толочку все то есть вообще продаж топ на 1 странице и вот несколько там конкурирует за выход на 1 столь и все в принципе здесь все ясно то есть мы посмотрели сейчас это 1 страница открывая Анализируем. Наша задача пойти на первой странице. Что для этого нам? Есть первые 1, 2, 3, 4 путева, кто продает. Все остальные, что такое? 3, 6 продаж. То есть все, что ниже 10 продаж в день, это мизер. 10 продаж в день или 300 продаж в месяц, вы будете смотреть на смешеры. Вот они показывают. Деньги показывают. Бестселлерэнк. Ну, я так понимаю, вот эта продажа в месяц. То есть, если, грубо говоря, меньше 300 продаж, то это вообще не конкурент. Соответственно, сюда пройти, по большому счету, как делать? Тактика достаточно простая. Есть два момента. Во-первых, это у нас раздача товара для того, чтобы продвигаться. Есть раздача товара с отзывами. Если вы хотите убить двух зайцев, ну, то есть, в принципе, это все хотят, особенно, когда бабла нет. Тут, естественно, мы стараемся раздавать товар за отзывы. Раздавать товары можно, естественно, с помощью сервисов. Того же Томпсон, того же там. Ну, короче, их много. Вот. Они все платные. Томпсон единственный дает нам хоть месяц бесплатно, остальные дают или неделю, или вообще сразу платные. Кто готов, в принципе, нормально. Через Томпсон. Я лично вообще ничего не раздавал, хотя я раздал больше 300 единиц своего товара. Около 300 единиц, пускай, 250. Вот. Так что, не обязательно совершим там. В принципе, Томпсон нормально. Я, честно говоря, у меня руки до нее не дошли пока. А не было необходимости. Там надо карту привязывать. Честно говоря, просто лень было. Потому что есть другие возможности. Через месяц надо просто карту отвязывать. Короче, с этим немножко есть какие-то неудобства. Где программы дают всего неделю. Ну, там вообще, пока раскочегаришься, уже платить надо. А деньги снимают автоматно. То есть, вы даете согласие, что ровно через месяц у вас будут снимать ежемесячную оплату. То есть, это не как у нас там подтвердить. Да, согласен, не согласен. То есть, вы уже подтвердили. Если вы вовремя карту не отцепите, у вас будут деньги снимать. Есть такой момент. Немного неудобный. Но работать можно, и результат там нормальный. Я раздавал в первую очередь через топселлеров. Топселлеры дают самые лучшие отзывы, на мой взгляд. Очень много отзывов с видео. Вот. Это вот здесь. Тысяча страниц. Тысяча страниц. Как бы, вроде много, но я, например, отбирал здесь вот до 80%. Полезность отзыва ниже я не брал. Потому что и могут там специальные уровни опускать, из-за того, что они плохие отзывы пишут. Ну и зачем мне бестолковый отзыв, который, из которого люди не голосуют. Вот. Чем выше процент, тем меньше вероятность, что они возьмут ваш товар на отзыв. Тоже момент немаловажный. Не у всех есть почта контактная. То есть, вот, например, заходим, смотрим, почта нет. Идем дальше. Следует. И так вот в ручном режиме тысяча страниц. Я ее все прошел. Вот есть почта. В принципе, вот здесь нажимаем, попадаем на почту, отправим письмо. Составляем письмо. Составляем письмо. Пишем там, как надо, все, что надо. Ну, в принципе, так как мы хотим, например, продвигаться по определенной ключевой фразе, например, Овен Мик, мы по ней делаем супер URL. Почему так? Потому что... Потому что... Потому что можно без супер URL продвигаться и все остальное. Но если мы делаем супер URL, мы продвигаемся именно целенаправленно в ту нишу. То есть мы же идем с минимальными затратами, стараемся, в ту нишу, которая нам нужна. Ну, предполно, на сварежке, не знаю, там... Возьмем на второй, на третьей странице с каким-то сварежком. Любого производителя. Ну, вот, например, вот эти. Здесь будет конкретно... Сейчас я опущу. Вот это и есть супер URL. То есть вы свой товар нашли, вот он Овен Мик. Копируйте его. И будете раздавать людям на обзор именно ОЧЗ-супер URL. Если это непосредственно ваше варежки, ну... То есть надо забить ту ключевую фразу, которую будете искать, и себя найти. Если вы не можете найти, и у вас правильный тайтл, все нормально, просто... Я, например, такая же ситуация у меня была. Я написал в поддержку Amazon, говорю, у меня вот 20 страниц. И мне нигде нет, хотя он мне там... Это ключевая фраза на первой странице написан. То есть как это... Через два дня я появился. Вот. Из-за этого все бывает. Там, это программа, так что там с ней работать можно. Выбрали супер URL. Мой совет при раздаче писем, когда вы будете рассылать письма топселлером, первый момент. Второй момент, это, естественно, Facebook группы. Просто забейте Amazon Review, Reviewer и так далее, и так далее. Набьете достаточно... Я некоторую группу выкидываю у себя, которая не печатает мое объявление. Потому что, может быть, я где-то правила не дочитал. То есть обновление на многих сайтах там раз в три дня, может быть, группы тоже не нравятся. Я каждый день обновляю свое объявление. Многие обновляют, многие не обновляют. То есть я отсеиваю те группы, которые мне подходят. Вот. Facebook нормально работает. Какой нюанс? Нюанс связан с тем, что... Чтобы продвинуться, нам надо желательно в минимально короткие сроки максимальное количество товара. С Review мы это гарантировать не можем. Вот. Ну, из-за этого некоторые просто его там раздают, там, дешево и так далее. Здесь можно пойти двумя путями. Можно, естественно, заплатить деньги. Компания типа Zonblast, которая делает продажи, как они говорят. И в компании типа того же Thompson, которая делает Review. Помогает. То есть можно деньги платить. Можно в ручном режиме, как я показал, сидеть, клацать, там, часами. Рука бывает даже, мышки устают, пока столько писем. Может быть, кто-то может автоматизировать этот подбор, там, рассылки, все эти моменты. Вот. То есть на самом деле вы определили на странице вот 6 продаж. То есть вот здесь вот 6 продаж по большому счету надо, чтобы быть на первой странице. То есть мне кажется, мне кажется, чтобы максимально быстро сюда пойти, попасть, надо начать просто в день раздавать около, 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 ну, я бы думаю, штук 20 товаров. То есть в течение какого-то времени, опять же, как нам рассказывает Zonblast, что бывает конкуренция, бывает кто-то более агрессивный, чем вы. Но здесь просто дыр такое количество, что, в принципе, я думаю, штук 20, там, 50, это слишком круто для этой ниши. Но штук 20, как вот эти вот товарищи, можно вполне бомбить, чтобы попасть куда-то вот сюда. Сколько времени потратить, не знаю. Сейчас мы эту тактику только отрабатываем. То есть реально вот эти цифры, чтобы соответствовать. Я свой товар выводил на первой странице, она у меня сейчас там упала, потому что я начал другие ключевики долбить, там, по ним начал подниматься. Просто это именно тестовый товар, как бы тренируюсь и смотрю. И это реально работает. То есть раздача товара, Амазон считает, это продажа товара. С каждой раздачи вы платите Амазону деньги. То есть вот мой товар, я плачу 4,02. Если плачу его, то есть покупают у меня его по органике, то плачу 4,06. То есть если до 4 долларов я продаю, у меня, соответственно, получается 4,02. Если дороже, постепенно, то есть сумма меняется. Потом, значит, мы раздаем товар, я, по крайней мере, так раздавал. У меня не конкурентная ниша, я себе могу позволить раздавать товар с отзывами. Как можно на этом сэкономить? Здесь, в принципе, достаточно тоже все просто. На начальном этапе, во-первых, надо не забывать, что продавайте товар, письма. Не отдавайте его бесплатно, продавайте за цену на начальном этапе. Опять же, в зависимости от товара, кто-то там за 99 центов, за доллар 99, но не больше. Мы же не торгуем там по 100 долларов товаром, то есть товары до 30 долларов, доллар, 2 доллара. Вот, мне кажется, это нормально на начальном старте, для старта. Потому что на старте нам реально сразу надо иметь продажу. Сразу. Тогда чем быстрее, чем больше у вас на старте будет продаж, тем быстрее вы взлетитесь на первую страницу и дойдете до органики. Когда попадетесь на первую страницу, вам надо будет уже просто удерживаться на ней, искать другие ключевые фразы и по ним уже продвигаться. То есть за это короткое время вы быстрее продвинетесь на первую страницу по тем ключевым фразам, по которым вы хотите. И потом вам будет дешевле удержаться, потому что какая-никакая будет все равно органика. Я уже говорил, что товар желательно на повышающем тренде, то есть постепенно торговля будет расти, у конкурентов будет постепенно расти, и они не будут замечать, что вы отнимаете у них часть продаж. И соответственно вам удерживаться будет легче. Может быть сразу у вас продажи пойдут, вам не надо будет поддерживать эти раздачи. Но в любом случае ежедневно у вас должны быть стабильные продажи. Или раздачами, или органикой. Подстраховывайтесь, смотрите, считайте свой бюджет. В любом случае этим надо заниматься. То есть ежедневно никаких пробелов, ничего. По пейперклику есть два мнения. Есть люди, которые пипец как загоняются. Есть информация, что на первом товаре, грубо говоря, на старте, на попадании на первую страницу вообще нет смысла тратить на пейперклик. Есть и такое представление. Все действуют по-разному. Я именно придерживаю тактики без пейперклика пробиться на первую страницу сначала. Опять же, я говорю, все индивидуально. Каждый товар надо приходить индивидуально. Я считаю так. То есть я разговаривал и с американцем то же самое. Мне сказали просто, нужно лучше деньги вложить в низкую цену, то есть, естественно, хорошую цену, чем в пейперклик. Пейперклик как лотерея. Может выстрелить, может не выстрелить, может деньги сожрать и так далее. И не надо рассчитывать, если мы на гугле, на яндексе зарабатываем, то есть какая бы у нас там один процент, но мы зарабатываем, мы приводим клиентов, мы продаем товар. У нас, по крайней мере. А у них пейперклик, это в первую очередь, опять же, замена органики, замена раздачи. Да я лучше раздавать буду. Проблема в раздаче одна. То, что каждый ресурс ограниченный. На том же Томпсоне, на тех же топ-селлеров, их ограниченное количество. Если вы будете наглеть, выставлять очень дорого, есть такие товарищи, которым действительно, они не готовы вообще раздавать товар. Вот, эта тактика не подходит. Вот, потому что, если вам надо 20 продаж сделать, не надо 20 письма отправлять, надо отправить 500 писем. Потому что, я сейчас говорю, огромное количество людей вообще вам не ответит, огромное количество ответит, что им такой товар не нужен. Это у меня был товар универсальный, и у людей, может быть, более такой, специфически, еще больше письма отправлять. То есть, лучше, лучше набирать письма и раздавать ежедневно 20 товаров. То есть, лучше вам пришло пожелание, там, 50 человек хотят ваш товар взять, лучше на следующий день разделить на 2, сегодня раздать и завтра раздать эти товары, и, соответственно, вы можете идти в продажу. Чем вы разошлете письма, и у вас вообще ни одного ответа не будет, и у вас даже раздать никуда. То есть, ни продаж, ни раздача, это вообще провал. То есть, надо это поддержать, надо это иметь в виду, что не каждый на халяву захочет взять ваш товар. Даже на халяву, даже за цен. По поводу экономии, опять же, на раздаче. На начальном этапе сложнее раздавать товар. И даже вот топ-селлеры, я советую, начинают с конца этого списка, потому что вначале они типа крутые. Вот, и они тяжело вообще им что-то предложить, потому что сами представляете, какое количество у них предложений. Вот, и за это лучше начать с конца списка, начать с Фейсбука. Посмотрите, возьмите нормальные письма. Не делайте только ошибку такую. Я на начальном этапе так сделал. Не делайте ссылку на ваш товар на Амазоне. В Фейсбуке это заметно, прям очень так откровенно. Некоторые делают нормальные письма, предложения и фотографии пишут. Или задания дают, зарегистрируют в моей группе в Фейсбуке, в ВКонтакте, в Инстаграме. Если вам интересно, отправьте мне на почту или на обличку. Я вам отправлю купон. То есть вот так. И после этого, когда вы отсеете ненужных вот этих кликеров, которые просто будут заходить на вашу страницу и портить вам конверсию лучшее, чтобы они, соответственно, обсеялись, посмотрели ваши фотографии, но это не надо. Ну и они дальше пошли. А кому надо, они уже напишут письмо. Вы соберете в любом случае себе вот этих вот людей на будущее. Там те же отзывы делаются, потому что вряд ли они будут за полную стоимость покупать. Далеко не все, так скажем, будут покупать за полную стоимость. Но в любом случае на будущее, если они нормально сделают вам отзыв, это уже полезная вещь. И рассылка, как бы собирать рассылку тоже. Надо очень, надо не забывать, во-первых, еще с первого дня установить, естественно, обратную связь. То есть есть программа, у меня вот это вот такая программка, которая рассылкой занимается. Называет Sales Baker. Вот. Ну, опять же, выбирайте, какая вам нравится. Просто так взять надо. Они рассылают три письма. Здесь есть болванка. Здесь бесплатно, не помню какое количество, 1200 писем, что ли. То есть для начала за бесплатно, это сказочный вариант, реально идут отзывы. Это идет, когда у меня было мало раздач, мало, это можно было самому, конечно, рассылкой заниматься, но это лучше. У меня на данный момент он суперпростой. Очень важно, что он на данный момент бесплатный. Рассылает. Мне это очень удобно. Первое письмо отправляется, когда товар ушел со склада. Второе письмо, как товар получили. И потом письмо напоминания, что, пожалуйста, мы вам отправляли, помогите нам, там, напишите отзывы. В лучшем случае можете рассчитывать. Вот количество отзывов поделить на два. Это самый крутой, кто получил такие отзывы. Потому что, вероятно, из получения процента выше по отзывам, выше 50, это там, где вы будете платить деньги. Ну, соответственно, вы туда просто деньги потратите. Если вы по бесплатному, я дашь Facebook группы, которые платные, там, у них, дайте нам, у нас организаторов 7 человек, дайте 7, там, бесплатно. Типа какие-то странные люди. Да возьмите 7, эти, там, просите пациенту, и написали бы, мы сделаем тоже обзор, отзыв. Да не вопрос. А там как-то все непонятно, вот это вот, дайте, дайте, туда дайте, еще деньги заплатите, там, какие-то пакеты продают. А вокруг дофига групп простых, которые также делают и берут товар. Facebook реально работает, но не в большом количестве. То есть, топ-селлеры вы можете рассылать письма, тысячи страниц, это ограниченный ресурс. Соответственно, если вы будете раздавать с самого начала по доллару, и у вас не будет обратной связи, то есть, вам никто не ответит, значит, у вас товар не востребован. Ну вот, значит, по центу продавайте. Но, как второй раз, по второму кругу, тем же людям, слайд, там, по доллару не взяли, возьмите по центу, тоже риск. То есть, бесплатные ресурсы, по крайней мере, теми, которыми я обладаю, они достаточно ограничены, из-за этого надо ориентироваться по ценам, потому что все хотят сэкономить, хотя бы Амазон и Финни платить. То есть, сейчас я начинал с цента, по дурости вначале даже бесплатно раздавал. Вот, начинал в конечном итоге с цента, потом доллар 99 сразу поставил, товар пошел, как и по центу. Но, потом поставил 2,99, товар пошел, как и по центу опять. Постал 3,99, уже стало как-то это. Но зато по 3,99 у меня практически 4,02. 3 цента я всего теряю на раздаче. То есть, я вышел на уровень рентабельности, по крайней мере, с Амазон. Вот, и получается такая история, что ограниченный ресурс. То есть, если в Facebook вы поставите по центу, у вас будет, соответственно, больше желающих взять. И в тех же группах Facebook, оно же не ограниченное количество людей, которым интересен ваш талант. Вот, то есть, такая вот история. На начальном этапе, естественно, будет больше спроса, потом меньше. Группы надо новую искать. Хотя, очень многие люди во всех группах тусуют. Ну вот, что у нас еще там. Это я рассказал. Facebook. По поводу экономии еще раз. На начальной стадике у вас нет отзывов. Люди считают, что они делают вам одолжение. Соответственно, доллар, доллар 99, это такие предельные цифры. Даже на многих официальных сайтах. Группа Facebook, например, пишет, как правило, правило, скидка не менее 50%. Вот. На многих сайтах там доллар 99. То есть, это непростые ограничения. Это реально. Другой просто не покупается. Никому не надо. Я вообще не знаю, зачем американцам покупать. Им зарегистрироваться в этих Facebook группах, зарегистрироваться в этих сайтах. Все это бесплатно. Брать товар. На сайтах там хоть контроль есть какой-то гипотетический, что выбирай товар и все бери практически задарма. Вот. А если очень нужен товар, я бы зашел в Amazon, связался с продавцом, с десятками. Надо мне кроссовки, надо мне рюкзак, надо мне там, я не знаю, что-то такое. Особенно, если там карандаши там. Если, тем более, продавец молодый, у которого набирают, ну, видно, малый отзыв. То по-любому. Я уж не надо там шантажировать, я ему поставил плохих отзывов, мне не дайте бесплатно. Но в любом случае, я вообще не понимаю. То есть там такая возможность, только бери не хочу. По eBay такого беспредела нет. По Amazon это просто вот вообще, можно ничего не покупать. То есть это уже, сам задумываешься над этим вопросом, что оттуда хапать, все по Amazon. Ведь даже отзывы писать не подмой. То есть я не вижу проблем написать отзыв, чтобы историю увеличивать, если ты станешь топ-селлером, тебе еще и предлагать будут. Тут что только не это самое, никакие только обзоры не делают. То есть все зависит, опять же, от репутации самого обзорщика. Какие у него там полезности, полезно, а у него не полезно. Вот. И, соответственно, вы вначале должны отдавать все, чтобы у вас его брали. То есть задача одна. По доллару 99 или по центу, главное, чтобы поддерживать объем продаж. Если вы видите, что у вас там уже там 5-10 отзывов есть, постепенно можно поднимать. Потихонечку, потихонечку, постепенно у всех товар разный. Это реально работает. Попробовали, не пошло, вернулись назад. Вот. То есть я вот таким вот. Цент. Доллар 99, 299, 399. То есть я вижу дороже, потому что я и пытался, естественно, до этого и 6 долларов, там 50 процентов скид. Это ничего не работает. Вот 399 максимум. И опять же все зависит от отзывов. То есть когда у вас 10, рассчитывать на какие-то цифры, бестолбанно. То есть люди понимают, что когда вы наберете 30-40, уже можно там поднимать цену. Реально. То есть уже товар, уже зарекомендован. Ну, естественно, это там 5-звездочный. Если вам срочно нужны 5-звездочные отзывы, а у вас там, вас там конкуренты душат или с товаром проблема, там покупатели, там пишут всякую гадость, вам срочно нужно отзывы. И, соответственно, вы, естественно, будете суетиться искать. То есть еще раз говорю, то превьюеров, и всего 1000 страниц. Кажется много. На самом деле за месяц пробежите их, пробьете их все. Я начинал сначала до 95%, потом до 90%. Это вот круги я гонял. Потом до 85%, потом до 80%. То есть проще сразу 80% брать. Можно даже и 70% сразу брать полезности. Я не знаю, еще до такого я еще не опускался. То есть мне сейчас пока достаточно Facebook. Но через Facebook не идет такой большой тракет. То есть не хватает в любом случае. Кто знает еще дополнительные, кроме, то есть я знаю платные сервисы, топ-ревьюеры и Facebook, которые реально работают, нормально работают, и на которых можно раздавать товары, и вероятность отзыва где-то 50%. С вложением, в принципе, не особо интересно. Ну, с моим товаром просто нет смысла. У кого-то, естественно, есть смысл, особенно при больших вложениях. Так что, в принципе, все. Вся тактика такая. На данный момент мы ее отрабатываем, смотрим закономерность. То есть реально, как у нас вот здесь вот они пытаются показать. Там я не знаю. Показать пытаются в программе, что... здесь в программе нам пытаются показать, что подсчет, сколько там, чего там надо, там ссылки, скидки. Не знаю, сработает оно, не сработает. Сейчас вот здесь покажут вычисления, как там пробиться, сколько надо. Не знаю, мы пока проверяем, смотрим все это дело. Сколько там у нас, скидки унитов при 20%, при 30%. Ну, в любом случае, это вот эта программа дает такие данные, я не знаю. Будем тренироваться, будем сами все это проверять. как-то здесь помодриваются. Да, других местах, такого нет. Вот. У этих нет такого, а у этих есть. Класс. Вот. Так что, разные варианты. Подытожу. Это на старте определите свой бюджет. Тактика наша такая, что я не рассчитываю ни на paperclip вначале, не рассчитываю на конкретно какие-то внешние трафики, paperclip, внешние трафики. Не рассчитываю на SEO, не рассчитываю на листинг, рассчитываю именно на продажу. Когда я выхожу уже на первой странице хотя бы по одному, по одной ключевой фразе, мы уже начинаем заниматься там, другими делами. То есть, для меня личное понимание есть. Вышел на первую страницу, желать первую половину там на самый верх, если у вас товар не очень конкурентный, если очень конкурентный, это вообще серьезное дело. Вышли, если есть другие ключевые фразы, постарались сюда пройти, если у вас бюджет позволяет, и стараются задержаться на этом месте. То есть, раздачами, органикой, с какими-то другими источниками, то есть, кто разбирается классно в paperclip, кто разбирается классно в внешнем трафике. Но, в любом случае, когда уже будет на первой странице, вам обязательно нужны замечательные фотографии, замечательные описания и все вот эти наши, ну, лисин, друг говоря. Он должен быть нормальный, чтобы он уже должен быть продаваемый. Мы создали, создали все, создали трафик, то есть, люди уже здесь есть, осталось их завлечь. Первое, завлекли фотографиями, завлекли тайтлом, и потом уже зашли они вовнутрь нашего товара, и здесь уже они выбирают принимать решение. Стоит покупать или нет. То есть, первая сталь для новичка, для продвижения, для начала, даже не новичка, для начала нового товара, наша тактика именно такая. В принципе, все. Подписывайтесь на канал, ставьте группу ВКонтакте, пишите вопросы, отвечу, скайп, да, не люблю перепиской особо заниматься, проще пообщаться по голосу. Всем удачи, всем пока, ставьте лайки, делайте все как обычно.